друзья добрый день с вами снова мария карпинская извините у меня за дверью ночь но там в ночи в отеле люди и они празднуют просто то что у них суббота воскресенье им весело без алкоголя они танцуют поют бьют барабаны и это будет продолжаться очень долго это круто вы не представляете это индия и еще немножечко о событиях а потом уже к теме у нас неизвестно откуда я уже сделал видео свалился невероятный пес прошлом году а это девочка прошлом году был мальчик такой же дракон и я его назвала он такой приручился быстро был замечательный а сегодня это пришла девочка и она такая боязливо она сбивается туда в угол и там было две ночи вот все-таки удалось а там грязно удалось ей постелить картонку хотя бы и прикрыть ее моими такими большими штанами в общем она там лежит чтобы комары не кусали но мы заказали домик специальный и он прибудет и обязательно все будет хорошо а теперь тема такая одна женщина прекрасная ее зовут любовь она написала мне о том что она пересылает мои видео подруги и она хочет разобраться с индийскими богами кто такой кришна почему его считают верховным богом потому что в россии очень много кришна это и на самом ли деле верховный он бог и кто-то там прахмупада что ли сказал что кришна и христос это одно и то же и так давайте разберемся я сейчас опять все поставлю по своим местам вы наверно заметили что как только я вот в погружаюсь в индийскую жизнь я сразу расцветаю как только вспоминаю русскую жизнь я просто сразу вяну как будто меня кислотой серной поливает и устаю очень и поэтому сегодня у меня удивительно вот индийская жизнь там с музыкой за дверью знаете ведь тут почти не закрывается дверь здесь ничего бояться не надо здесь никто не войдет кроме конечно коров которые могут творить собачек вот как появилась да кстати собачки назвала имени жасмин жасминка она у нас с русским таким именем до цветочка русского потому что она замечательно белая с такими ну в общем шикарная собачка вы уже наверное видели а теперь приступаем к богам давайте разберемся первое что я хочу сказать запомните это раз и навсегда индия так устроена что тут все верховные божества и даже люди которые рождаются им дают имена кришна там радха рама сита все что угодно там шива тут знаете сколько шив и все это когда они приходят в один год отмечают день рождения имя ему уже дают и вот шива так шива кришна так кришна понимаете и все это боги верховные по другому быть не может поэтому когда кто-то считает что только заявляет кришна верховный бог конечно верховный но верховнее верховного шива например бог богом считается и так ребята все верховные это индия тут все верхотурят здесь нету таких что были не верховные и но я вернусь опять к истории опять у меня тени мне не хотелось бы вот так тень на плетень наводится смотрите еще раз историю для тебя любовь специально для тебя повторяю история всего пуран прагават гиты вет там переписывались может быть что-то но неважно но вот я вам рассказываю кратко историю кратенько кратенько я уже ее говорила не раз в индии верховным самым выше выше всех является богиня ади шакти богиня ади шакти это энергия творения воплощение это женская энергия она главный творец вот есть боги а над богами стоит творец и творец ади шакти она сотворила три верховных бога она сотворила шиву она сотворила браму и она сотворила вишну это три три понимаете троица три ну чтобы они не скучали чуть позже потом она каждому дала по женщине значит брамина дала сарасвати это богиня знаний вишну она дала вишн крышан как говорят она дала лакшми богиню богатства а шиви она отдала целиком себя те две богини это части части оди шакти а парвати жена шивы целиком она себя отдала почему она целиком отдала себя шиви они кому-то другому не брами не вишну я рассказывала эту историю что она их бросила во вселенную когда она создала она их бросила во вселенной и стала наблюдать за ними ху исху и что она увидела что вишну и брама стали спорить сейчас я подойду к кришне понимаете вы чтобы просто поняли спорить кто из них главнее и умнее и ашива не спорил он понимаете разницу он искал свой первоисточник и нашел этот первоисточник в аде шакти он пришел к ней и она поняла что он единственный который ищет и поэтому он бог богов потому что он потом еще завоевал вот это звание он бог богу потому что ади шакти творец всего отдала себя не брами не вишну отдала себя шире и поэтому шива бог богов и когда нужно было выпить яд всего мира никто не решился только шива выпил теперь шива он никогда не рождал он не рожденные на земле был он может здесь появиться но он не рождается здесь форме человека парвати в отличие от шивы здесь рождалось много раз бесконечное количество ашива просто приходил сверху то есть у них такая любовь что она может быть здесь а он там и вот они друг друга так любят он там она здесь теперь а брами когда шива дал испытание брами и вишну чтобы проверить их он сказал вот создал этот столб энергии который теперь в лингамах воплощается вот столб энергии он идет вверх и вниз кто-то полетит туда кто-то сюда посмотрите кто первый долетит до конца этой энергии тот короче главный в общем вишну оказался честным и сказал не от конца этой энергии абрама оказался лжецом бог брама потом он стал егова и так далее и он подговорил там кого-то свидетеля даже нашел цветок какой-то и подговорил чтобы тот сказал что он долетел до края ну естественно его ложь разоплачили шива запретил поклоняться брами наказал его определенным образом но брама же отыграться потом решил но это целая история тысячелетий я вам рассказываю все в одном так сказать брагават гиту как она есть маха пара ту веды пуран и все что можно вот сжатая в один такой маленький вот такой кулачок почему потому что я много изучала поэтому много знаю как же мне от этой тени избавиться если туда то сюда сейчас он избавилась а теперь слушайте так вот а вишну было дано задание тадишакте быть в этом мире равновесие держать между добром и злом ну понятно что бог богов же шива а теперь слушайте слова внимательно он есть альфа и омега начало и конец созидание и разрушение что-то знакомое правда не так ли говорил иисус христос я есть альфа и омега есть начало и конец поэтому сейчас мы подберемся к следующим воплощением так вот вишну воплощался в браме было не до новых хотя он как-то хитрил там но это неважно воплощался на земле самые трудные времена вот один раз он воплотился рамой 2 и все время он воплощался со своей лакшми а второй раз он воплотился кришне развязал вот эту великую куручетру битву поэтому махабхара это называется да сам развязал чтобы почистить землю и так далее он игрок шива нет шива честный к нему идут все страдалицы все несчастные все нищие и его называл нищебродом сыны брамы называли его нищебродом вот этот нищеброд шива мы его не признаем понимаете как битва богов да но оди шахты это одна энергия творения воплощения помните это кто есть истинный творец ну в общем все эти перипетии и кришна также как и рама и еще там это аватары что такое аватар бога вишну то есть он аватар вот высоту выйди все верховные поверьте кого не плюнь все верховные вот поэтому будучи аватаром он воплощался для той или иной задачей потом уходил вот кришна да и там его супруга сита и рама но рама то есть и сита хотя сита главнее было но это неважно все кто там больше чего делал это целая история это я знаете для того чтобы это все вам рассказать надо сидеть ночами рассказывать и теперь вы понимаете да что во всей этой иерархии троицы у каждого по супруге между прочим сарасвати разругалась с брамой и ушла под землю и стала подземными водами родниками лакшми тоже в один из моментов очень ну как это сказать ушла от вишну и значит это оказалось на дне там где-то океана ума ему пришлось сделать пахтане океана великая между демонами и полубогами для того чтобы достать свою лакшни у сараса убра у вшивы который оказался слишком высоким человеком его супруга парвати воплощалась множество раз у нее более трех тысяч имен она создавала цивилизации чего она только не делала в общем она творится поэтому она как одишахт сделала очень многое поняли да теперь значит осталось и это все что такое аватар почитайте что такое аватар найдите то есть это как бы шива частицу себя не всего воплощает в человеческой форме вот и там по-разному бывает поэтому кришна да часть некого верховного господа но если говорить о высоте думайте сами значит один и второй спорили а шива искал разницу секете просекайте пожалуйста потому что нельзя так дальше жить надо как бы понимать ху из ху иначе как вот а то что в индии принято всех называть верховными божествами так это правильно а то что кришна это присваивает и говорит мы тут верховный иисус это от кришны нет аватар нет ребята еще раз только троица есть из этой троицы если если шива сказал есть начало и конец альфа омега и то же самое сказал иисус то тогда от кого же аватаром является иисус чей он аватар вишну брамы или живы ну посчитайте до трех всего считаем до трех дорогие ребята ну это так вообще на самом деле знаете что там конечно мудрецы они мудрят путают но я из всего этого вот огромного количества знаний всегда вылавливаю жемчужинки и вот это когда ты вылавливаю жемчужинки то может это изложить за десять минут понимаете 10 минут и все пересказал это же удивительно а там конечно как напишут тома книг так просто люди то понимаете что происходит с людьми они не умеют ловить суть они впадают в детали вот просто во внешние детали во что-то и все и теряются в этих деталях но так наверное и не зря составлены все эти источники и веды и пураны и махабхарата и прагавадгита как она есть чтобы отсеивать тех людей которые также как вот знаете вот ведь от села оди шакти создала троих и только один искал истину это был шива а эти искали кто из них круче и поэтому вот брама можно его ассоциировать с игом человеческим и потом то что он создал так она есть вот этот ум человеческий и тела смертные человеческие а шива дал всем душу бессмертную я уже говорила это много много раз но люди все время забывают они как-то сказать не запоминают я вам даю такую квинтэссенцию чтобы не разводить бодягу вокруг знаете что делают все я тут слушала клыкова в двадцать шестом году будет переход вот уже тридцать лет я слышу двухтысячном две тысячи втором двенадцатом хрен знает как он 21 ну в общем до бесконечности все переходы и все какое-то такое знаете вот у нас любят женщины благообразных с бородами таких а вы помните этот черномор усыпил людмилу а знаете кто такая людмила руслана людмила пушкина люд милый милый люд но не спите же проснитесь поэтому я вот ассоциирую себя только ну по большому счету с шивой то есть не то что я же женщина но я вот близко шили почему потому что я всегда ищу эту квинтэссенцию я еще эту истину я не распыляюсь на детали какие-то ерундовские мне важно знать суть она всегда есть это зерно это мир причины с которого все вырастает понимаете в чем дело вот если вы последуете за тем что я говорю о детали не будете на них обращать внимание то вы просто вы просто будете озарены понимаете вы озаритесь какое-то чудо что вот оказывается мир то устроен как просто вот а то что отец небесный один единственную ну брама вот так вот постарался молодец яхва и егова себя назвал там потом сначала не называют имя потом назвал вот поэтому иисус был распят в удее брамой распят но это уже целая история другая вы знаете я с я столько знаю историю вы не представляете столько всего перечитала и вот эту квинтэссенцию но вы же не запоминаете что вот что главные слова иисуса я есть начало и конец есть альфа и омега главные слова шивы я есть альфа и омега я есть начало и конец ну и все делаем выводы чей иисус аватар или сын и как угодно назовите как угодно вот но никак не не вишну то есть и тем более кришна аватар рама да сколько их аватаров кстати от шивы тоже рождались он вот так вот дергал волос у себя бросал и появлялись те или иные его можно сказать но не аватары но некие да его воплощение от кусочка его волоса которые выполняли тоже те или иные задачи на земле поэтому когда я вот говорю вы понимаете что я хочу вам внушить всем чтобы у вас сомнения прошли потому что когда все ясно вот понимаете что такое ясность ну вот для меня все ясно как божий день у меня нет сомнений у меня нет вопросов я могу переживать вместе с людьми те или иные события которые происходят там там где-то что-то взорвалось где-то что-то открылось в разуме человеческом это боль несет и поэтому вместе с болью я болею но когда вот сегодня до индия вы понимаете вот вы видите сейчас моем лице индию вы видите моем лице ту которая близка к оди шакти понимаете индусы они даже некоторые считают меня так что верховное божество воплотившиеся здесь вот от оди шакти ну конечно да потому что я следую строго я долго шла искала я нашла сначала иисуса а потом дальше стала копать копать хорошо а какого отца называл кто отец ваш отец человека убийца и дьявол говорил иисус ну это в неканоническом евангелии а мой отец бог любви и вот и копала копала и нашла так кто ж такой бог любви конечно же это живо а кто такой вишну от которого кришна кришна на дудочке играл и он игрок понимаете он устраивает испытания людям он арджуну натравил на всех родственников он правильно это сделал но арджуне не пришлось он он заставляет каждого человека делать очень сложный выбор вот если сравнивать кришну с тем что христианство придумала то можно сказать что кришна вот как бы в образе люцифера люцифер кришна да потому что он игрок и игрок а шива нет живо это другое шива это искатель он вечно ищет некую истину и он бесконечно жертвует собой то яд проглотит то еще что-то боже мой уже давно мог и погибнуть но как-то вот хотя боги тоже погибает но оди шакти его держит так что вот друзья мои это все надеюсь что вы поняли кто есть кто всего вам доброго с вами была индийская мария карвинская радостная и прекрасная